Врачам запретят указывать в рецептах название лекарственных препаратов. Вместо этого писать будут действующее вещество. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Новая норма вступит в действие 1 июля. Это, по мнению специалистов, избавит пациентов от необходимости переплачивать за медикаменты. Впрочем, что покупать, им придется решать самостоятельно. Все за и против изучил Павел Получик. У Натальи Владимировны здоровье приличное. Одна на пасть давление скачет. 140 и 90. Врач выписывает популярное лекарство. Его международное непатентованное название – нефидипин. Он называться может и коринфаром, и кардофлексом, и нормодипином. Но суть-то у него все одно и то же осталось. Химическое вещество – это нефидипин. Этих лекарств сейчас обрушилось на головы врачей и пациентов столько. Цена у одинаковых, по сути, препаратов разная. Сейчас выбор делает врач. В антимонопольной службе и Министерстве здравоохранения уверены, некоторым медикам сделать правильный выбор помогают сами владельцы марок. Фармацевтические компании, естественно, не бесплатно. Новое правило – в рецепте только активное вещество должно выбить этот козырь из рук производителей. Тем самым исключить дискомфорт, когда вам выписывается, например, дорогой препарат, и его либо нет в аптеке, либо он не соответствует вашему бюджету. И возможность выбрать более дешевый, но с аналогичным действием. Свободный выбор, говорят в Минздраве, обязательно усилит конкуренцию и в будущем приведет к общему снижению цен. Ассоциация международных фармацевтических производителей не согласна. Принудительное навязывание выписки рецептов по МНН не сулит ничего хорошего. Производство по современным стандартам GMP может похвастаться лишь небольшая часть российских производителей. К тому же нет единства требований к качеству в виде государственной фармакопии. Мнения врачей о нововведении тоже разделились. Если пациенту назначено лекарственное средство, он его получит. Получит. То есть на качестве величия это не отразится никак. Я считаю, что пациенту сложно будет самому выбрать препарат в аптеке. Это все-таки не колбаса, которую можно перепробовать несколько сортов и остановиться на каком-то одном. Препарат нужен здесь и сейчас, он должен быть эффективным. По идее, помощь на месте должен оказать фармацевт. Но что тогда помешает аптекам навязывать то, что подороже? В этой связи сейчас в министерстве подготовлен документ, который предпишет каждому аптечному учреждению в обязательном порядке иметь открытый перечень непатентованных наименований. На каждое непатентованное наименование наличие аналогов торговых с теми ценами, которые, соответственно, преискурантно содержатся в данном аптечном учреждении. Фактически уверена, что человек будет все равно вызванивать доктора. И, допустим, если у него выписан филгростим, он позвонит лечащему доктору и скажет, а в аптеке есть нейпоген, гроссальва. Разве эти сомнения нужным советом врачам вряд ли кто-то помешает? Поэт-получик Алексей Калякин, Елена Штоколова, Нина Хорева, Первый канал.